Вы слушаете радио Болткома Все равно, что будет с домом Они идут, они пробивают Они как-то организуют остальных людей И тогда, слава богу, дома есть на кого положиться С кем контактировать, например Но вот домоуправлению всегда, конечно, проще Когда имеют дело не с аморфной массой Там часто сложно собрать людей вместе А вот есть инициативный человек, через который происходит коммуникация И, в принципе, на таких инициативных, активных общественниках Держатся не только дома, но и целые микрорайоны И, конечно, мы часто жалуемся Говорим, что не обустраивают, нам ничего не организуют Что нужно сделать? Вот, собственно говоря, сейчас эта коммуникация И об этой коммуникации мы и поговорим Инициативы снизу Каким образом можно их донести до рижской власти И какую помощь при этом получить Рижское самоуправление призывает районные общества Подавать заявки на получение финансовой поддержки На какие проекты и какие деньги готовы Распределить в Рижской Думе Об этом мы и поговорим в ближайшие минуты С Артуром Пошерсом, руководителем отдела развития районов Рижской Думы Артур, доброе утро Доброе утро Доброе утро Мы все, ну мы, под мы, я подразумеваю, конечно же Прежде всего, Рижан Последнее время обратили внимание, что благодаря Ну, пока будем говорить в позитивном ключе Благодаря вот той самой активности Окраинных каких-то районных организаций Стало возможно реализовывать различные проекты О каких проектах идет речь в данном случае Действительно, каково их финансирование На что можно и спросить, и получить Да, в данном случае мы, по сути, не говорим о конкретных проектах Которые могут делать А мы говорим именно о помощи самоуправления Обществам, которые занимаются развитием районов По сути, у нас в Риге 58 районов И, насколько мне известно, активных обществ Активные общества по развитию именно района конкретного Есть не в каждом районе И вот такой помощью до 1000 евро В рамках одного года Может поспособствовать, с одной стороны Как непосредственно деятельности самих обществ На сегодняшний день А также появление новых обществ По развитию района В тех районах, в которых на сегодняшний день Ну, как минимум, в нашем поле зрения Такие не появляются То есть идет речь только о коммуникации через общество То есть именно это та структура Через которую коммуницирует Рижская дума с населением Да, в контексте конкретно этих правил То, что мы говорим Именно помощь То в данном случае идет помощь именно обществу Именно через общество По сути, можно предположить Что это, так сказать, такой пилотный проект Я, по крайней мере, на своем веку Такого рода помощи не наблюдал В самоуправлении Поэтому по результатам Скажем так, вот этого первого года Первой возможности получения софинансирования Уже можно будет делать какие-то выводы Как много обществ на это претендует Как много обществ квалифицируется требованием Хотя нужно признать, что требования достаточно низкие Фактически можно назвать их формальными Общество должно содержать в первый раз 10 членов И каждый следующий раз на получение финансирования 5 членов должно быть больше, чем в предыдущий раз Общество должно существовать как минимум год И в уставе общества Одной из целей Должно быть указано Как развитие соответствующего района Ну или развитие какой-то территории города Риги Ну и, естественно, юридический адрес В административной территории Риги И такие цели в уставе должны существовать как минимум год Ну, это нужно для того, чтобы исключить Скажем так, таких обществ-однодневок, так назвать Чтобы такие не заявлялись А именно те общества, которые действительно работают И действительно занимаются развитием нашего города Но следует признать, что требования действительно формальны Да, простите А может, случайно, в районе быть два таких общества То есть, организовалась одна группа А, скажем, другая группа, которая не согласна Или, я не знаю, там, может ли она организовать общество Или это может быть только одно От микрорайона одно общество Не-не-не, общество может быть абсолютно любое Если в одном районе есть несколько обществ То каждый из них имеет возможность Претендовать на такую поддержку В данном случае не идет деление по районам города Идет деление исключительно по юридическим персонам То, каким образом то или иное общество В рамках одного района коммуницирует Ну, здесь мне сложно сейчас комментировать Потому что, скажем так, лично я таких случаев не наблюдал Но абсолютно полагаю, что если такое и случится То сегодня, на сегодняшний день Новое образование в Рижском самоправлении Как координаторы нашего города Это координаторы развития районов Обязательно такая ситуация дойдет до них Потому что в отношении каждого района Есть свой координатор Который, скажем так, следит за тем, что там происходит Если есть какие-то конфликты То тогда, или какие-то точки несоприкосновения То тогда как раз по этим вопросам Координатор будет заниматься И, скажем так, искать вот эту точку соприкосновения И возможный компромисс в решении Для того, чтобы всем было хорошо Ну, смотрите, вот, например, одно, скажем, возрастное общество Где в основном пенсионеры Для которых главное там покрасить лавочки Где вот там отдохнуть А другое, например, молодежное Которым важно какое-то вот место Не знаю, какой-то уголочек Где они могут культурно Ну, сидеть, играть музыку Там, танцевать Какие-то, ну И вот, скажем, эти два общества Ну, просто им тяжело вместе сосуществовать Я просто фантазирую, может быть Но у них разные какие-то цели и приоритеты Я понимаю, о чем вы говорите Но и конкретно в вашем примере Я не вижу конфликта Я не вижу, скажем так, противодействия Они просто существуют рядом друг с другом Просто имеют разные приоритеты, скажем так У каждого отчества свои цели И одна цель и другая цель Абсолютно имеют право на существование Абсолютно в нашем городе живут абсолютно разные люди И каждый человек в нашем городе Имеет право на развитие города таким образом Каким он желает, чтобы это было Поэтому я не вижу противоречия и в этом примере И конкретно данный случай Данная тема, о чем мы говорим О возможности поддержки этих обществ Не исключает ни одно, ни другое И одно и другое общество смогут претендовать на эту поддержку И уже реализовывать эти полученные средства Таким образом, каким образом они считают нужным и полезным Артур, вы упомянули неких координаторов по районам Я, честно говоря, впервые слышу, что есть такие, ну, с позволения сказать, смотрящие Что это за должность, где их найти, чем они занимаются На какие вопросы отвечают То есть можно не обращаться напрямую в Рижскую думу А конкретно вот к этому координатору? Да, с 1 мая этого года в нашем городе начали работу Ну, так называемые координаторы Правильная должность у них называется Это руководитель проектов по вопросам развития районов Извините Да, значит, таких всего 5 Город с точки зрения организации работы Разделено 5 больших частей И в отношении каждой части В каждой части работает свой координат Раньше были предместия Это замена предместием их руководству или как? Ну, я бы не сказал, что это замена предместием Но это новая форма работы с населением Непосредственно координаторы занимаются тем Что являются, так сказать, людьми Координаторы напрямую общаются с теми активными людьми Это могут быть общества Ну, в своем подавляющем количестве Это общество, конечно же Но также есть и очень активные непосредственно люди В некоторых районах Которые активно занимают активную гражданскую позицию И выступают за Активно выступают за развитие соответствующего района И координаторы работают с этими людьми То есть связываются с этими людьми Узнают, что они работают Те вопросы и нужды, которые нужны в соответствующем районе По мнению соответствующего общества или человека И, скажем так, способствуют тому Чтобы цели, которые ставят перед собой тот или иной район Чтобы они были достигнуты Или объясняют, каким образом это лучше сделать Если инициатива необходима непосредственно от жителей Или помогает, объясняет процессы Таким образом можно добиться той или иной цели И, по сути, работает, скажем так, таким связным звеном Между сложной структурой самоуправления Которую, надо признать, не все понимают И людьми, простым человеком, который живет в нашем городе Для того, чтобы у него была лучшая и легче возможность Добиться того, чего он хочет в развитии своего района Очень неблагородные цели А где этих координаторов найти? И что это за пять районов, на которые поделена Рига теперь? И где искать информацию? В Рига ЛВ где? Да, в Рига ЛВ можно посмотреть в контактах Контакты отделов Так, я сейчас посмотрю сам Контакты отделов АПКМИАТ ИСТИВИСЦЕНТРС Это центр по развитию районов И в нашем центре Есть пять территориальных отделений В каждом территориальном отделении На месте находится координатор Сейчас, секундочку, я постараюсь Ну, в целом, понятно Ему можно написать, наверное, на электронную почту Отправить Вот, собственно, я нашел пункт 8 Действительно, Агент Скаланстейка Московский Форштадт Центр Балдырая С адресами, с телефонами После нашей беседы Все равно информация появится на портале Нашему Миксниус ЛВ Там мы ссылочку эту дадим Да, а скажите, пожалуйста Вот, тысяча евро Много это или мало? На что это хватит? Вот, ну, какого рода проект Можно реализовать на тысячу евро? Ну, в данном случае, опять-таки Мне достаточно сложно комментировать Насколько это много или мало Потому что сами общества Которые потенциально могут на это претендовать Они тоже очень разные Насколько я наблюдал за дискуссиями Когда разрабатывались обязательственные правила Тогда вопрос о размере софинансирования Стоял меньше Больше вопрос стоял о том Какое количество членов необходимо указать Как квалифицирующее большинство Для того, чтобы общества могли Претендовать на это софинансирование Значит, говоря о финансах Я слышал разные точки зрения Некоторые говорили, что это очень мало Некоторые говорили, что этого достаточно Для того, чтобы получить существенную поддержку В течение года Для деятельности общества Но, как я уже сказал Больше дискуссий я наблюдал Именно в вопросе по количеству членов Потому что были такие примеры обществ Которые по своему количественному составу Не многочисленны Но по своей деятельности Стоят на ступеньку выше Чем похожие общества С большим количеством членов Поэтому была выбрана такая модель Что для получения первого софинансирования Это 10 членов И потом каждый следующий раз Количество членов должно увеличиваться на 5 И как только общество достигает 35 членов Тогда уже 35 членов Это тот ценз После которого софинансирование Можно получать вперед и вперед На сегодняшний день Обязательственные правила Устанавливают именно такой порядок Я правильно понимаю Что эта тысяча выделяемая Идет не на реализацию проекта Как такового какого-то А на само общество На аренду помещений Какое-то оборудование и так далее Именно так Именно так Поэтому мы в данном случае Не говорим о проектах В отношении проектов Существует другая программа А мы говорим именно Поддержку обществ Для того, чтобы общества Могли эффективнее существовать Для того, чтобы они могли Скажем так, нормально Как минимум собираться Чтобы было место, где собираться Чтобы у них был способ Каким образом они это делают Конечно же, есть ограничения На что эти средства нельзя тратить Они оговорены в обязательственных правилах Но это само собой разумеющееся Но в целом эта поддержка Направлена не на поддержку проектов А на поддержку именно Самих обществ То есть можно сказать Что Рижская дума заинтересована В том, чтобы этих обществ Появлялось больше Чтобы инициативы было больше И она была разнообразной А сколько всего денег Выделяется в рамках этого проекта? В этом году выделяется 25 тысяч И хочу отметить, что софинансирование Выделяется в размере до 1000 евро То есть после того, когда закончится Срок подачи заявок Это 25 августа То количество обществ, которое заявится Вот эти 25 тысяч будут разделены Между ними поровну Но не превышая Максимальный размер 1000 евро То есть если заявится 25 и меньше обществ То соответственно Каждое получит по 1000 Если заявится 30 и больше То тогда 25 тысяч Общий объем Объем финансирования Который предусмотрен на эту цель Будет разделен между всех И каждому заявившему Все, кто квалифицируется Получит равную долю Из этого Общей суммы Ну честно Честно Что касается Денег на поддержку Именно реализации Каких-то проектов Какое-то время назад Я с этого начал Что, ну хорошо А все мы, жители Риги И наблюдаем процесс Который происходит Все вот эти активные общества Типа Пилстоцилвакем Они подают в Рижскую думу Проекты стоимостью В десятки тысяч евро Что-то из них реализуется Что-то нет А если у кого-то появляется Вот из этих обществ Из маленьких Составом там 10-12 человек В самом деле На какие-то скамейки На рампы Не знаю Для скейтбордов И так далее Детские площадки Есть ли у Рижской думы Сейчас какие-то программы Поддерживать Вот эти проекты Да Такая программа существует Она называется Лидс для и без бюджета Проекту ИДС Программа Программа Соучастия Общества Значит В этом году На сегодняшний день Проходит процесс Согласования Рассмотрения Заявленных проектов Значит Каким образом Выглядит эта программа В мае этого года Любое общество А также Любое физическое лицо То есть Любой житель Нашего города Имел возможность Подать Идею О том Каким образом Можно улучшить Наш город Или установка Там Новой остановки Или Благоустройство Какого-то квартала Района Установка Детской площадки Любая идея Которая Которая Приходит В голову Нашим жителям И которые Нуждаются В улучшении Нашего города По сути Основное требование Чтобы Эта идея Была реализована На территории Которая Принадлежит Рижскому Самоуправлению И сумма Прогнозируемой Расходы На эту идею Не превышали 50 тысяч В мае Такие проекты Были поданы Общее количество Таких проектов Было подано 42 И Эти проекты Были рассмотрены На первом этапе И После первого этапа След движения Получили 35 проектов Из 42 И на сегодняшний день В этих 35 Проектах Запрошено Заключение От компетентных Инстанций Каким образом Можно реализовать Этот проект То есть сейчас Компетентные инстанции То есть те структуры Которые непосредственно Могут заниматься Развитием И реализацией Конкретных проектов Дают свое заключение Возможно Или невозможно Этот проект Реализовать Действительно Он стоит По заявленной сумме Или больше Или может быть меньше И После того Когда Эти Заключения Будут получены Комиссия Которая Рассматривает Все эти проекты Рассмотрит Действительно Правил и устава Пойдут На голосование Общественное На Все эти проекты На сегодняшний день Можно посмотреть В интернет пространстве www.balsu.riga.lv Эта программа Эта программа Существует Реализацию Когда Когда этот этап Закончится Мы перейдем Предположительно В территориальных центрах Всеми Рассматривается Законопроект О новом законе О самоуправлениях В котором Такая программа Не программа А такая деятельность Или действие Со стороны Самоуправления Уже заложено В законе То есть На сегодняшний день Рижское самоуправление Реализует Эту программу В том виде В котором Она сегодня Происходит А в будущем Реализация Такой программы Будет закреплена В законе И поэтому Это будут Должны делать Все самоуправления Нашей страны Прекрасно Спасибо огромное За информацию К сожалению Наше время Эфирное стекло Мы благодарим Артура Пошера Руководителя Отдела развития Районов Рижской думы За исчерпывающую информацию О проектах Которые Можно подавать И получить Поддержку И об обществах Которые имеет смысл Создавать И тоже получить Какое-то Софинансирование От Рижской думы На существование Самого этого общества Огромное спасибо Еще раз Артур Хорошего дня Всего доброго На связи У нас Небольшая пауза После которой Традиционный Культурный гость Радиоболтком